Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе, главе Хаей Сара, Жизнь Сары. И, конечно, повествование начинается с ухода Сары из этого мира, но основным моментом нашей главы, точнее, одним и тем же сюжетом, который повторяется несколько раз, это первый шедух, когда раб Авраам Элезер приходит знакомиться с будущей невестой, сына своего хозяина, с Ривкой, и это описывается в мельчайших деталях. Мало того, что описывается в мельчайших деталях, как, кто, с кем, кого напоил в колодце и так далее, с кем, кто договаривался, это повторяется еще два, а на самом деле даже три раза именно об этом и говорят наши мудрецы в книге Медер Шраба, что важнее разговоры, рассказы рабов наших праотцов, чем перед Всевышним, чем даже изучение Тора, Торы их потомками. Зачем такая детализация? На самом деле это и объясняет вот этот переходный момент от первой еврейской семьи Сары и Авраама ко второй еврейской семьи Ривки и Ицхака. И мы читаем в начале главы о том, как Авраам хоронит свою жену Сару. Да, и Авраам женится потом еще раз, но повествование выводит Авраама уже на второй план, в лучшем случае, а то и на третий, и на четвертый. И, как говорят наши мудрецы, с тех пор, с момента, как Авраам расстается со своей женой Сарой, хоронит ее в Хевроне, в Марата Махпела, больше божественное присутствие ему не проявлялось. И, может быть, это было и потому, как говорят многие наши мудрецы, что Сара была более велика в своем даре пророчества, чем Авраам. Но мне кажется, главное, главное это то, что заканчивается семья. Семья, которая является настоящим храмом, которым проявляется божественное присутствие только еврейской семьи. И как только заканчивается семья Авраама и Сары, это божественное присутствие уходит от них. Как великий Алшик, комментатор Торы, говорит о том, что не просто это была первая еврейская семья, а это была первая семья, которые исправили грех Адама и Хавы. Ведь на самом деле первой семьей должны были Адам и Хава. Но, к сожалению, у них не получилось. И Авраам и Сара исправляют это и тем, что они берут ответственность на себя, в отличие от Адама и Хавы, которые все время скидывали ответственность на кого-то другого. Адам говорит, мне жена дала покушать, Хава говорит о том, что мне змей дал покушать. Нет, Авраам и Сара несут ответственность друг за друга. Ну а также Адам и Хава, они хватались деревьям, кушали руками еду, как будто бы им не хватит даже то, что было им нельзя. Хотя Авраам и Сара раздают эту еду, делятся с другими. Это делает их первой настоящей еврейской семьей. Но приходит новая семья. Наша глава начинает с повествования именно о шедуке, о деталях этого шедуха, первой еврейской семьи по-настоящему, которая познакомилась, как по всем правилам, это Ривка и Ицхак. И вот здесь нужны детали, потому что строится новый храм, которым является еврейская семья. И каждая деталь важна в этих семейных отношениях, вплоть до верблюдов и кувшинов. От того, какие подарки дали, от того, где увидели Ицхак, в каком месте, в какой шатер они зашли, все необходимо в деталях, потому что потомки Ицхака и Ривки будут строить храм. А описание храма, как и временного святилища в пустыне, так и храма, который заканчивает Шлома Амелок, оно приводится в мельчайших деталях. Потому что, как сказал Майос Вон дер Рохе, великий архитектор 20 века, Бог, он в деталях. И настоящим храмом является именно эта еврейская семья. И точно так же, как в храме божественное присутствие, оно определялось мельчайшими деталями, точно так же и в наших семейных отношениях. Детали крайне важны. Успехов! До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова